так у нас продолжается в доме house можете у нас дом дом house у нас дом house мы отвезли детей короче вы проводили чтобы у нас была тишина покой и что ну мы будем все таки что сверлить шуметь хотя не к этому привыкши но все же пыли вот это потом если все быстренько уберу будет чистота покой и порядок у нас сегодня будет здесь перестановка мы сегодня будем делать кухню вот мне не нравится этот коробка такая пыльная сверху по ней ходили сразу вида ногами по-другому чтобы не пылить ею а стол будет до тебе мешать а ну отлично я потом протру просто я сейчас вот это вот все уберу чтобы она не полилась коробку сразу можно выбросить давай подержу ты просто все по вытаскивали просто вытащишься коробка самая пыльная видите по ней вот ходили лечу про следы нет а почему зачем ходят это же можно и сломать мне кажется испортить нет потеняет да все сколько всего вот такая у нас будет кухня серая с деревом как вы думаете будет ничего смотреться я думаю нормально в один голос нормально пойдет вот этот цвет в принципе такой неплохой не необычный когда дуб с аном а там всякий так сейчас я пенопласт забросаем здесь это внутри полок будет вот такой вот цвета по дереву внутренности до новенькая да да вот будут у нас полочки на кухне прям очень сильно не хватало кстати пока ты игрушки переносил на кухню туда пакетами которые ты давала спер да куда красную штуку я ее там положила на это на вешалку так что мы сейчас быстренько да куда ж куда ты лезешь куда ты че делает а вот так вот маменькин сыночек вот улегся и лежит да ты маменькин сыночек ты сыночек маменьки и рушану вчера говорю у нас вообще многодетная семья да рушан вот у нас еще младшенький младшенький самый хулиганистый правда ну и мы тоже вы любим очень сильно да пилька когти поем постригать если я планировала еще когти постричь его о боже не показывать свою пасть злюю да скажи мне черная я злой пес хотели за него первым сделано очень довольно таки хорошо у них станки вот это вот края да хорошо сделано это я почему говорю вот если взять который ценовой сегмент в магазине хоп там будет уступать качество не люблю хов и не нравится да там много всего красивого но там намного дороже даже леруа в этом плане получше дороже для качества спила насколько присадки сделаны вот и сейчас первую сторону закрутил и у меня буквально все сошлось он у тебя улетел на фото все где так хорошо я довольна такой низи не ой такой маленький вот эти шкафы во всех кухнях стандартные нижние шкафы на неправда узкие такие ну не широкие именно высота я имею ввиду это да то что касается ширины да бывают пошире но мы просили мы выпрашивали они нет и все который короче там пошире на заказ нужно ждать неизвестно сколько первых нужно сначала вот это мне непонятно что селят они продавцы там свободный в принципе ничем не занимаются но чтобы сделать допустим заказать шкаф побольше нужно записаться на проектирование проектирование дня через четыре приезжаешь хотя тут у тебя размеры уже есть тема что свой проект есть переда заказывая нет нужно приехать к ним они делают проект потом ты оплачиваешь ждешь еще дня 4 пока его привезут вот и в итоге короче говоря столько времени проходит нужно здесь сейчас а мы за домой к покупали какой нам до этот продавец до попался какой вообще замечательные вот побольше таких людей спасибо большое пожалуйста такой а это можно посмотреть сейчас посмотрим он горит вот он под номером 34 допустим я я так-то визуально вижу а я хотела бы пощупать он говорит пощупать хорошо сейчас вы пощупаете пошел достал до распечатал дал пощупать прям молодец кстати вот даже здесь если обратить внимание даже к кухне присадки под ножки есть что крайне редко опять же я возвращаюсь кухню пол вот смотри вот эта часть едешь здесь вот сюда устанавливаются ножки вот и они уже заводом получается сделаны в том месте где они должны быть это о чем говорит ты допустим поставил ножку сюда и потом этот фартуку не надо подгонять не надо вымерять чтобы все ножки были на одном уровне мы все сделаны молодцы вот секунды чего если уж ты же вы шумите здесь это боимся вот и задняя часть куда забивается она не закрыта а передняя часть заламинирована со всех сторон пилот ну ты совсем уже обнаглел эй ревнует ревнивец скажи сейчас внимание вообще мало уделяется глазки такие постоянно грязненькие ланта ты это забирай потом очень попозже включим всегда покажем шкафчики они вот так они все одинаково когда будем ставить тогда уже можно показать какие они там будут а я здесь стирушками стирушками занимаюсь и сюда я воткнула игрушки так игрушка игрушка короче здесь мне все сейчас буду выгребать полная машинка сейчас это все буду выгребать и будем буду развешивать так это у нас комбинезон 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 тут еще полно игрушек должно быть так колготы комбинезон еще один ну по-моему он нам маленький я не знаю будем смотреть сейчас игрушки вот они игрушки вот они игрушки все работает стираю детским порошком естественно ушастый нянь все это стирается детским порошком вот они еще вот они мы замусолены уже но ничего страшно еще есть будь здоров зай вон и их тут полно все перестираю перестирываем вот она игрушка то еще есть короче давно уже получается собираю мебель да и вот этого я увидел только в дорогих кухнях чтобы делали такую штуку бумажки сначала не обращал внимание просто я не ожидал ты их увижу а здесь вон даже кладут разметка для того чтобы ручка ручки устанавливать не надо ничего вымерять ты вот подставил вот те шаблон наметил и все и уроки даже вот тогда просверлил раза да 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 две точки поставил все а до этого вот такие моменты были тут к премиум кухне да вообще премиум мебель там заводом либо присадки есть такие дает нужно долго досверлить как бы допустим расположением вот эти фасад вот ну допустим прямой на дверце расположение ручек либо вот так да с той стороны такие небольшие точки есть ты знаешь где сверлить либо здесь вот а вот ну такие более простые кухни да там было так ты купил и потом при помощи линейки вымеряешь как бы да и потому что блин вот так ручка вот так сладо миллиметр вроде бы ошибся ну вот это короче отдельно спасибо блин очень классно бах бах и все и очень готово я не обращаю внимание бумажки бумажка бумажка да не читаю но что-то окупа отверстие ручки думал офигеть красота теперь намного быстрее будет и еще вот вот это нижняя планка пути от нижней цоколь обычно такой там тоже используют тоненький пластик а здесь внутри видишь mdf как вот фасад как фасад так и закрывается вот здесь снизу короче ты кухней я доволен такие деньги ну такое качество вот вот это вообще классно получается везде закрыто все там вода и плюс еще ты буквально чуть там выпустил когда полы моешь воду не втягиваю классно я не ожидал так что если кто-то там задуматься и придет полирует посмотрит именно кухня серия лайм называется качество сделано классно мы поехали к маме нужно всех покормить накормить брать и все такое и чуть позже вернемся включимся и покажем вам больше что что нас немного расстроило так что как освободимся так включимся там забежали в магазин нам нужно найти рисовую кашу молочная но она вся идет абрикос чернослив просто это рисовая поэтому мы вот гречневая есть 3 гречневая здесь просто 199 а круто няня о круто няня что няня это какая мощная гречневая черносливом нет овсянка гречка 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 короче вообще нет риса мы можем найти она постоянно даст какие-то добавки нету 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 овсянка гречевая каша безмолочная банка вот так вот каши 3 злака пока есть уже второй магазин да у нас но не за сегодня а вообще за последний раз и мы не можем найти просто рисовую ой стой а это что 7 знака она тоже лишь черникой это что а это овсянка вот рис рис каши риса это безмолочная а молочная так безмолочную нашли а молочная овсянная с персиками дальше ну чё будем опять на гречке сидеть опять на гречке вот сидеть нету риса вы представляете мы к вам вернулись правда уже так поздненько у нас уже стемнело но мы освободились только-только переходил идеально за исключением двух фасадов вот здесь царапина это не царапина это царапина или того что когда на вот на этой поверхности либо попала пыль укладывали и сверху положили лист лдсп но и все равно там песочек попали пушку я не знаю ну короче она вся убита вот если присмотреться как будто бы знаете мелом насыпано кажется а на самом деле нет это все не вытирается короче такая пионтель получилась уже позвонил в леруа мерлен они как нужно на сайт заходить оставлять обращения и там было два два года одна рев сделал потом надо будет его еще раз другого аккаунта зайду сделаю с фотографиями делают на кухне рядом не было под рукой фотографируй соберусь я я думаю можно будет поехать только поменять фасады по крайней мере хоть у нас так делать приезжали фасады из коробки вытаскивали, эти засовывали, шкаф отправляли на рекламацию и все. Как это будет в этом случае, я не знаю. Но в любом случае нам их поменяют. А вот если они не поменяют, это будет неприятно. Почему будет неприятно? Мы поступим хитро. Везем, покупаем точно такой же шкаф. Тут же получается, идем в машину, вытаскиваем фасады, засовываем эти и приносим, делаем возврат. И все. Они отказать не имеют права. Ну ладно, давай только сделаем, что мы будем ждать. Если грубо говоря, можно сделать так и это. Хочешь сначала все по-честному сделать. Если они начнут арканиться и говорить типа нет, там бла-бла-бла и тому подобное. Придется делать так именно. Сейчас мы, короче, будем размышлять. Начнется у нас самое интересное. Мы будем думать, расставлять, а вы будете писать и советовать. Какой же будет поздно? Ну, понятное дело. Ну все, писать будет. Да, пилот? Будет уже поздно. Вот смотри. Вот этот шкаф я убираю пока. Начнем мы плясать от мойки. Где у нас будут стоять мойки? Мойка у нас будет стоять вот 50-й шкаф. Вот смотри, я тебе скажу так. Первый шкаф стоит вот этот, сюда. Вот этот побольше, как мойка. Вот он. А вторая мойка, третья вот эта и четвертая вот эта. То есть вот так. Смотри, хорошо. Сюда. Сюда. Этот туда загоняй в самый конец. А холодильник ты куда поставишь? Туда, в угол. Хорошо, давай, ладно. Ты же сказал, что влезет. Я тебе сказал, что влезет, но ты так это, раскидала все, что не влезет. А разница в чем? Они от этого лучше станут? Не поняла я. Сейчас. Сейчас что-нибудь пойдем, подожди. Вот так. Пойдем. Это 80 шкаф разве? Не знаю. 50-50? Это метр. 40. А он сколько? А он 80. Так хорошо, а вы собирали, не я. Что ты мне это говоришь? А на хрена вам 80? Мы 60-ли заказывали. Так. Я единственное, чтобы у меня в этот ряд зашел холодильник. Все, больше ничего не надо. Да. Смотрю, что он туда даже и не войдет. И дыра это ни туда, ни сюда. Сюда ничего не зайдет, не встанет. Так, а почему? Мы 60-ли просили, правильно? Правильно. Почему он 80-ли дал? Я могу посмотреть по видео, что вы просили. Я же все записывала. Давай посмотрим. А, нет, подожди, стоп, я не все записывала. Угу. Я чуть-чуть записала. Показала, что мы там выбираем. Что ты там выбираешь, что-то и все. Больше ничего не надо. Можно сказать, 2 метра у нас там. 2 метра мы должны были уложиться. Здесь у нас 2,40. Что? Что высверлил? А, это для мойки, да? Да. Да. Расписители, хорошо. Воду подключать. Все, мы разобрались. Мы, короче, тут разобрались, решили мы это ничего не будем менять, никому ничего это. Хотели столешницу побольше взять, прям до конца вот этой вот лавки. Еще один шкаф? Еще один шкаф докупить, столешницу поменять. Ну, честно, у нас уже не то, что времени, уже сил нету с этим совсем возиться. Вот еще, да, минус, когда ты живешь далеко от города, да? Да. Если близко было бы, можно было бы съездить, поменять быстренько, а так нет. Пока. Положи. Ничего оставить нельзя, все свороет будет. Мурик маленький. Так что у нас вот здесь вот будет небольшая дырка. Холодильник, наверное, мы вот так поставим лицом, да? Муха залетела какая-то, протемнючая. И все, и будет красота. Нормально будет. Главное, чтобы кухня была. Вы представляете, мы будем здесь завтракать, обедать, жарить, конечно, все такое. Пока дети, допустим, спят, я могу в той кухне пойти там пожарить что-то такое жареное, как жареная картошка. А элементарно тут картошку потушить с мясом, да, вот в мультиварке. Только не пахнет. Да. Плов приготовить, суп приготовить. Нет, оно все пахнет. То, что жареным сильно не пахнет, чтобы тут у нас весь дом жареным не пахло. Не хотелось бы, конечно, мебель трогать, но придется немножко вырезать под трубу. Шкаф должен садиться вплотную к стене. Просто бывают кухни, часть разной глубины. Вот мы когда устанавливали в кухне, получалось как. Вот примерно вот такое расстояние мы оставляли, потому что, ну там как бы вот часть. И столешница у нас как раз получалось, что немножко шире, закрывали фасады и тому подобное. Здесь же получается шкафы глубиной, такие глубокие шкафы, и получается их нужно ставить вплотную к стене. И если, допустим, я оставлю даже вот так, немножко расстояние, столешница и фасад будут выпирать за столешницу, это не вариант. Но дело, чтобы хотя бы столешница была чуть-чуть шире фасады. Для этого шкафу нужно поставить вот как раз идеал, вот получается столешница 60, и она буквально слегка закрывает фасады. Вот. Глубже тоже не поставишь, потому что некуда ставить. Я, кстати, еще столешницу замерю, она точно 60. Но обычно 60 тонн. Вот такие небольшие закупочки вырезать, чтобы они вошли в трубы. И плюс под канализацию придется вырезать. Как бы этого не хотелось, но придется. Пилотик вкусняшку ест, да? Вкусняшку кушает. Заслужил. Молодец, послушный сегодня был. Ой, подавился. Подавился с амором. Подавился с амором. Это как говорится, да? Говорят, что ты как это не возьмешь второй аккумулятор? типа у тебя же возьми да сходи за вторым аккумулятором я не ленивый я типа переставлю сходить лень а вот переставить аккумулятор и вот так переставлять не ленивый небольшой такой обзорчик покупок наших сегодняшних мы заезжали в магазин искали кашу не нашли вот и взяли здесь получается горошек зеленый вот такой 6 соток взяли баранки какие-то новые они маленькие у нас до этого такие побольше да вот эту баночку побольше что-то это знаете какие-то такие да это другая фирма другая вот видите у нас побольше такие бараночки гречку взяли вот эту дешевую будем кашу готовить в автоклаве нам нравится потом взяли такие вафли тонкие вафли с кремом покосовым рушан любит вафли и вот такие вафли сэндвич с воздушной начинкой воздушная начинка капусту квашеную взяли винегрет хотим приготовить давно не готовили свекла отварим свеклу как раз я наверное сегодня ее поставлю варить а завтра приготовим чтобы этим завтра не заниматься взяли груши китайские да они у нас ведут цена сумма это за килограмм да 171 да да нет подожди цена за килограмм 169 чуть не пойму а ну да да нет они просто здесь не три штуки их было больше мы просто к маме заезжали и я вот угостила и грушами и хурмой мы себе две штучки маме две штучки дали и себе две штучки оставили хурма у нас ну уж помогай не вижу хурма 109 рублей 110 короче без рубля без копейки так что а вот молоко какое-то новый рушан нашел чабан как это халяль да да вот здесь вот видите халяль вот такое молоко новое какое-то короче да первый раз давай глянь пилот здесь с нами изготовили чтоб не мешалось в этом доме не лавил кто нальчик так что все я сейчас ставлю свеклу варить здесь пока здесь вот и мы съедем чай пить чай попьем фрукты поедем кто у нас новенький будут спрашивать почему мы так мало фруктов берем у нас я уже много раз показывала что у нас если мы берем побольше у нас это все просто потом пропадает и мы все выбрасываем и чтобы у нас этого не было вот мы взяли понемногу съели опять взяли так как наша работа связана с поездками связана со всякими бумажками которые мы распечатываем в Павловской мы туда часто ездим и поэтому лучше зайти свежее взять чем потом есть которое уже там оно гниет просто да да пропадает так что вот такие вот дела у каждого свое у нас пока так пока мы вдвоем едим только фрукты эти я поставила варить эту свеклу на винегрет на завтра и боюсь теперь оставлять ее здесь что я забуду и мы пошли в дом Рушан ты главное это напомни мне хорошо пожалуйста ты главное напомни чтобы я тебе напомнил ладно это очень тяжелая столешница мы ее сюда еле перли она такая огромная комната маленькая короче столешница вот как мне нравится есть столешница вот так подожди стоп давай сперва косяки проверь а потом хвалить будешь я посмотрел уже нету косяков нету я все посмотрел а то кухню расхвалила потом бац тебе и костяк нет мне чем нравится эта столешница то что вот если обратить на ту свою столешницу в той комнате кухни там края вот такие раз полукругленные терпеть не могу такие столешницы почему не знаю мне не нравится мне нравится когда вот четкие вот углы вот такие видишь и плюс еще эта столешница она смотри она заламинирована со всех сторон по всему периметру если честно очень жалко по сути грубо говоря нам нужно ее обрезать вот настолько я поэтому очень сильно не хотел сейчас хотим попробовать ее поставить ну она будет торчать не очень красиво ну попробуй давай посмотрим ну боже это будет красиво мы все равно вот сюда ничего не сможем поставить а такой кусок прикинь и мне для работы тоже будет пусть так оно нормально просто я говорю она реально если вот обрезать и вставить эти черные штучки которые там в заглушка такая вставляя это с той стороны ставить придется потому что она ставит она и с этой стороны ставить А с этой стороны, знаешь, зачем вот этот красивый край портит? Мне кажется, вот нормально совершенно. Пусть торчит, ничего страшного. Больше столешницы. Конечно, у меня больше будет рабочей зоны. Хоть, ну вот, даже вот столько, но и то больше. Нет, Руша, оставляй. Мы все равно сюда с тобой запланировали какой-то такой вот небольшой металлический шкаф. И нормально. Мы же не хотим с тобой его вот досюда поднимать или еще выше, да? Да. Нормально. Все. Сейчас я еще дверь повешу сюда, фасад. И посмотрю, как она будет смотреться. Я думаю, будет смотреться нормально. Давай. Но у нас этот раз будет это, ну, без фасадов вон там. Мы не сможем. Пока мы не съездим, мы не поменяем. Не поменяем, да. Будем терпеть, ничего страшного. А я сейчас шкафы закрою. И все. Верха у нас не будет. Мы говорили нет, я не знаю. Мы решили верх не делать. Смотри, по-моему, отпечатки, да, отпечатки, да, оставляют пальцев. Следы, ну, потому что я здесь это, направляющие брал, когда вот эти. Жирные, что ли? Они смазаны маслом. Она легко уберется, это все. Просто, если как, типа силикон, что ли. Угу. Ну, отлично. Да, пусть так смотрится. Вот я на камере смотрю, смотрится не очень. Потому что как-то, я не могу зайти, у меня здесь, вот видите, стена. Ровно вам показать не могу. Но смотрится она неплохо. Я так считаю. А сейчас с этой, с фасадой повесится. Да, не надо портить столешницу, пусть так. Ну, все, да. И все, она больше не прикручивается никак, ничего, да? Не прикручивается. Все, она, ну, я говорю, мы ее, она до такой степени тяжелая. Мы ее вдвоем сейчас еле подняли. И смотрим, у тебя стена почти ровная. Ну, почти. Почти. Ладно. Это знаешь почему? Здесь гипсокартон, его, видимо, как-то это... Повело. Втянуло, что ли. И это. Пока насчет фартука мы хотели купить. Но что-то пока решили подождать. Посмотрим чуть попозже. Что-то как будет, если что, можно будет докупить фартук. Пока будет у нас так. Это не спачкается, закроем фартука. Нет, буду стараться не пачкать. Если кто-то испачкает, тот будет исправлять ситуацию. Ты услышал? Да, у меня у нас своя кухня, если я там буду пачкать. Да, без проблем. Можешь туда переезжать, там есть еще одна комната, там кровать ставить или не спать. Вот у тебя целый дом твой. Нормально, вот здесь вот мойка получается. Вот у тебя рабочая зона. Вот смота нормальная? Попробуй. Конечно, нормально. Такая же, как у нас в той кухне. Нет, там выше немножко. А, выше? Разве? Да, потому что я сам делал. А, все, понял. Ненормально совершенно. А это вот... Стандартная, да? Это стандартная, да. Нормально. Пойдет. Мне главное ящички, 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 ящички. Это все. Я просто не оставил, чтобы здесь было тоже. Ну, как это сделал. А, ты еще не вывел? Нет, там буквально будет проходить. Нет, там немножко... А ты потом будешь сейчас опять отодвигать ее? Нет, зачем все. А как ты в ту дырку попадешь чем-то? Вон она, дырка. Вон она. Легко. Да? Конечно. И здесь, да? А, вот эту тоже надо было вырезать? Обязательно. Надо два шланчика выпрыгнуть горячей холодной. Такое ощущение, что никто не поместится. Поместится. Ну, ладно. Так, кстати. Ой, ты знаешь, с чего не хочется? Портить столешницу, вырезать мойку, да? Туда врезать. А, вот это не очень хочется. Да, пилот. Тебе тоже, да? Да, что вы говорите? Отти, пусечка. Ну, вот, все. Тронул? Все, ждем мойку. А, ты сейчас будешь вешать эти, да? Нет, мойку. Мойку? Да, потом он фасад самая. Сейчас просто я сейчас начну пилить все и нет. Кто у нас на двух лапах ходит? По собачьей встань. И вот. Теперь собака начиная. Все шкафчики я с собой стянул, на стяжку. Вот, так-то никуда они не денутся. А, еще скажи сразу. Вот эти, наверное, две двери вот так будут открываться? Да. Одна сюда, одна сюда. Здесь у нас получается, это будет вот так, а эта, скорее всего, вот так. С этой стороны тогда подходят, открыла, что-то можно взяла. Угу, отлично. Да, когда в доме живешь, так всегда. Да, Рушан говорит, оденься, разденься, оденься, разденься. Ой, трус, ой, трус. Ой, что такое там, пилот? Страшно? Ну-ка, иди смотри, что там. Какая красивая кухня. Спасибо, они уже сразу комплимент сделали, Рушан. И у нас вот такая мойка. Хотела квадратную, мы уже взяли квадратную, да? Потом? Потом что-то мы так подумали. Катрина нас переубедила. Спасибо ей большое. Сначала взяли из нержавейки, вот. Потом, там такой момент был, что... Ну, наверное, не... Чувствую. Можно выговорить. На нержавейке, оказывается, оставляя, остаются постоянно пятна. Да, следы от воды, вот это все надо натирать ее. А, я помню, у мамы. Мама, когда посуду помоет, у нее была нержавейка в бишкеке. Она помоет посуду, выжимает тряпку и натирает раковину. А, ну, вот это я не люблю. Я говорю, не люблю. Ой, а кто здесь лежит опять? Вот, и, короче, это раз. А во-вторых, мне знаешь, что еще нержавейка не понравилась? Она не глубокая. Да, кстати. Вот, по крайней мере, ты можешь накидать посуду, да, ее не видно, и ты пошел дальше заниматься. А кто не накидает? Потому что ты накидал, ее видно и придется мыть по-любому. Да, ну, вот такая. Кстати, она недорогая, что-то там, да, вообще недорогая. Что-то мы взяли такую среднюю. Что-то три с лишним. Около четырех там. Четырех, да? Да. Болеруа Мерлин также брали. Вот, надо... Так, но это не такая, как у нас. Давай аккуратненько ее так вот покладем вот на что-то. Вот, чтобы она переворачивать. Ой, улетела, ладно. И отмерять. Все, вот здесь у нас будет мойка стоять. Точно так. Ну, как раз еще не попали, блин. Блин, хочешь, я тебе помогу? У меня глаз алмаз. Просто мне такое ощущение, что она это... Не влезет? Да. Влезет шкаф. Смотри. Хотя сказали в Леруа, что влезет. Ты ориентируешься, как женщина ориентируешься? Ты ориентируешься по этой части? Ну. А в шкаф будет стоить вот эта часть. Я поняла это, да. Но все равно мне почему-то кажется. Смотри, эта часть у нас идет 49. А здесь у нас идет... Так не влезет, что 40. А что 49,5. Все, 46. Подожди. Я считаю 49, вот же будет. 39, 39. Сам, да, уже испугался? Да. Испугался, но нифига себе. А здесь 46. 46. На 10 получается, да? По 5 отцета. И посмотрите, рабочая зона у меня вот здесь и там будет достаточно. Еще мы заказали индукционную плиту. Я не знаю, показывала и вам уже нет. Ну вот. Может уже я показала, а может и нет. Возочки, ты сидишь поесть, ждешь, да? И пить, и есть. Все закончилось. Скажи, вы своими здесь ремонтами достали. Дайте пожрать собаке. Сейчас я тебе наложу. Цветок у нас тут стоит, опадает немножко листья. Хотя я его поливаю. По расписанию у меня все. Да, пилот? Даже видите, у меня бутылка стоит с водой для цветов. Давай я тебе сейчас напою, накормлю. Давай, ну зайчик. Ты хватил его вырастом. Он даже, видишь, сказал, пожалуйста. Бегу! Про себя думает, пожалуйста, бегу. Знаешь, что самое страшное? Что? Ну, при монтаже столешницы. Самое страшное, это что ты боишься накосячить. Ты не косяч. Я тут, знаешь, тут не от меня зависит. Ты тут видишь, допустим, может, допустим, опилки сыпаться. Ага. Ну, такой косяк, ладно, я принимаю. Это все очень страшно на самом деле. Давай под пылесос что-то поставим. Не поцарапает он столешницу. Вот, в этом тоже можешь вечно косячить. Так, оставим. Вот. Вот так другое дело. Ну, поехали дальше, поехали. И немножко теперь нужно повонять. А если не пользоваться, нельзя будет, да? Ну, да. До завтра, да? Нежелательно, да. Надо спотиться. Ну, вообще, как бы, вот это сейчас я силиконю. Это защищаю именно борта. Срез от попадания влаги. Чтобы не было такого, что раздуло, силиконового. Тому подобное. Делается это силиконовым герметиком. Не акриловым. Не каким-нибудь другим. Силиконовым, вонючим. Противным. Силиконовым герметиком. Также сажается эта раковина тоже силиконовая. Посадить ее на жидкие гвозди, это будет неправильно. Потому что раковина имеет со временем свойство портиться. Ее периодически тоже меняют. А посадишь ее на жидкие гвозди, ты потом будешь снимать ее и оторвешь вместе с ламинированным покрытием. Она силикон. Ты буквально чуть приподнял, немножко лезвием срезал. Вот силикон срезал и все, раковину можно поменять. И, ну, не повредив ее. А так, если я посадил на гвозди, то можно поменять так, что раковину придется менять вместе со старечницей. Чтоб такого не было, все делается на силикон. И наносим силикон на саму раковину. Вот он, натрак. Надеюсь, тебе подойдешь. Ты что, еще не примеряла? Нет. Так. Нау! В смысле? Нау! Чуть-чуть не подходит, представляешь? В смысле? Почему? А? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть не считается, нормально. Просто можно немножко в одном месте силикать. А почему? Ножди. Пришлось открыть окно. Но это у нас так, парка была здесь. А знаете, почему пришлось открыть окно? Приходит муж домой и говорит, а я в ванной убираюсь. А ты жареный суклу будешь есть? Я такая, в смысле? Ай, ужас. Фу-фу-фу-фу воняет так. Смотрите. Она у меня пожарилась, ребят. Ничего такое. Я виневрет хотела. Она даже не сварилась еще. Ай, вот так вот. Вот минус, понимаете? Когда у тебя кухня отдельно от дома. Ты в доме занимаешься ими делами. Ты сейчас стиркой занималась. Я сейчас в ванной уборку делала, все вытирала, протирала. Потому что у нас вчера-позавчера ветер был. Но я стараюсь вообще каждое утро там протирать. А эти дни у нас были мои... Ну, такие тяжелые были дни, короче. Не до этого было. И вот я сейчас все там вытирала, протирала, пока есть возможность. И вот, пожалуйста, жареная свекла, все. Прощай, винегрет. Свеклы больше нет. Заметьте, даже в рифму. Прощай, винегрет, свеклы больше нет. Ну, чё там? Прощай, винегрет, свеклы больше нет. Руша, я тебя без винегрета оставила. Ты меня простишь? Я прощу. Я тебя прощу. Там все равно я тебя съем. Неси. Кого? Скуситель. А-а-а. Вот он. Фу, я ле донесла одной рукой. А вот его цена. Покажи его так вот положи. Цена. 7,576. А почему 7,576? А как ты платил 7,576? Как так ты платил? А как это платил? Ну, я понимаю, там 7,500... 7,576. А при чем здесь 7,576? Вот так, 7,576. Ай, я говорю, а как ты платил? Руша смотрит на меня и говорит, а как я платил обыкновенно. Ай, надо воды налить. А, здесь, смотри, в комплекте носик идет. Ты что? Он тебе говорит, да, носик идет в комплекте. Вот, этот смеситель идет. Почему продавец сказал, три в одном? Ага. А, он говорит, холодная вода, горячая вода и фильтр. Что-то ему там не нравится в полке в твоей. Что у тебя там в полке? Да ничего, пакет какой-то торчит и все. Пилот, там никого нету. Там все норм. Ну, удивительный такой продавец считает, три в одном. Давай покажем поближе. Вот такой-то в твоем доме взяли, в Павловской. Так вот он снимает, а здесь тоже гнется. Вот, а отсюда уже фильтрованная вода идет. Здесь три штуки, да, выход? Да. Три штуки, горячая, холодная вода. А как угадать, какой из них какой? Тащик его знает. Хорошо. Серьезно, а как угадать? Придется методом тыка. Угу. Теперь он накручиваем. У него даже паспорт есть. Конечно, он гражданин. У него паспорта не было. Короче, вот это крайняя, это это. Фильтр. Так, сейчас я поставлю пока. Так, как же его собрать-то теперь? У нас, кажется, сегодня весь этот влог будет про кухню, да? Как собираем кухню. Какие, с какими косяками столкнулись. Чё тебе там не нравится? Пилот. Тут получается, как бы, как проходит нам в день, то и показываем. Да, какие косяки у нас появляются, то и показываем, а чё поделаем. Это жизнь, так вот. Да? Да, конечно. Не только у нас. Да, все косяки. Чё, все без косяков, что ли, живут? Только мы с косяками. А, без косяков, мне интересно жить. Ты что? Да, скучно, если честно. Я тоже так думаю. А так, потом смотришь, думаешь, ух ты, как оно получилось. Ну и всё, остановимся. Ух ты, шка, ух ты, шка. Так, чё здесь? Нет, это на низ одевается. Да. А это наверх одевается. Сейчас с мамой поедем уже. Сейчас поставим смеситель, хорошо? Давай, давай, давай. Сейчас я это быстренько сделаю. Я тебя уже жду, жду, жду. Уже даже цикла сгорела. Я тебе всё ещё... Уже с цикла успела сгореть, а ты всё с мойку ставишь со смесителем. Я стараюсь, чтобы было всё чётко. Чётко, да? Проверим. Здесь всё сухо. Да будет вода. Здесь всё сухо. Здесь сухо. Сухо. Палатик, ты пришёл к нам или ищешь целоваться, а? Всё сухо. Ну чё, поехали. Убежала, ты вот и вздула. Пилот, привыкай, да. Теперь у нас в доме есть вода, видишь? Ну, она у нас и была, конечно, в ванной. Что-то у тебя такой реакции там не было. Ура! Поздравьте нас. Тебе что-то не нравится, пилот? Тихо, тихо, тихо. Куда ты поехал? Убежал. Побежал, побежал, побежал. Выключать будешь? А? Выключай мне. Это что такое тут? Что за безобразие? Что за сифон такой? Он в комплекте, да, шёл? Ё-моё. Ты мой как кривая, то сифон протекает. А чё он так несерьёзно как-то? Так, Леруа Мерлин, чё там у вас хвалили-хвалили? Перехвалили. Перехвалили, да. Да, пилот, даже пилот ругается. Говорит, вообще безобразие какое-то. Неси какое-нибудь своё чудо когда-то. Ну, лази. Вот так. Всё, смотри, теперь. А, слить, да, должно теперь? Ну, да. Чё за фигня? Почему твоё текаешь? Потому что здесь резинка соскочила. Вот внутри такая резинка стоит. Вот так. Видимо, это. Кого-то прохватурил. Не одел, и не собрал. Ведь неё. Чё-то такое, как будто гремит. Как будто кто-то что-то это, салют упускать. Да, слышишь? Рано ещё салют упускать. О, сейчас так в магазинах красиво, да? Да, началось. Чё, включаю? Ну, включаю. Ой, господи. Ну? Ну? Всё, чётко. Сразу видно, что я чинил. Ага, давай это ведро уберём, сразу увидим потом. Смотри, персонажа сухо. Там всё. Так, всё, могу выключить, да? Да, давай покажем, что. О. Попроберимся. С горячей-холодной водой. Ага. Уже по-другому немного смотрится. А, кстати, хорошее сочетание, да? Сера с деревом. Да? Да. Мне нравится, что здесь фасады идут. МДФ. Кстати, МДФ. В пленке. Это очень хорошо. Ну, не страшно там, не поцарапываешь. Такое, что нам объясняли, кто красный. То есть, взять МДФ, допустим, украшенный, он получается дороже. Вот, но он, как бы, имеет свойство стираться, тому подобное, царапин и тому подобное. Пленка, она идёт дешевле, но практичнее. Поэтому. А ручки у нас есть, как, блядь? Обязательно. У нас, кстати, чёрные ручки. По-моему, такие же, как у нас на летнем домике, да? Нет, нет. Ну, когда я посмотрю, я что-то не помню уже. Там у нас круглые и металлические. Здесь, к сожалению, квадратные и пластиковые. А, пластик. Ну и ладно. Ну, и в любом случае замените. Пускай пока такие вот. Тоже хорошо. Ну, главное, что чёрные. Будут вообще и под сместитель, и под мойку. Хорошо, у нас чёрный стол ещё. Вообще всё будет шикарно. Хоть и маленькая. Так вот, от двойного? Хоть и миниатюрная. Но будет нормально. Кто миниатюрный? Кухня наша. Мини-шмини. А куда тебе здесь больше? Да, нормально. У меня всё равно одна кухня есть. Ты вообще хрустишь, ходишь? Я хоть проплесосила, но всё равно. Хрустящий, понимаешь? Да, хрустящий, значит, настоящий. Это хрустящее печенье. Это вот чуть-чуть длиннее тебя. Всё, плохое, по-моему, и всё это было чисто. Вот эти подушки вообще классные. Классная тема, короче. Подушки эти. Они накачали вообще и капюгены. Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Там всё закроется ещё. Здесь у нас так вот свободно и пусто пока. Не знаю, часом можно воткнуть. Здесь у нас стоит стол. Два стула. Здесь всё вот так вот стоит. Мультиварка. Вот это вот может всё уберётся. Потому что я что-то хочу вот туда вот какую-то полочку. Металлическую. Вот на эту стену бы взяла. Потому что на эту она бы громоздила. Да, даёт. А тут как раз угла чего-то не хватает. Да, и я как раз бы её как-нибудь там тоже оформила. Было бы вообще красиво. Да? Вот сюда вот. Прямо вот сюда не хватает чего-то. Ну вот пока как-то так. Ну и у нас только так поместились стулья. Мы сперва поставили сюда стол. А на эту стену стулья... Ну а не видите у них? Они какие широкие. Особенно вот этот стул. Вот этот. У него посмотрите какие широченные ножки. Ну а капец очень много места занимает. Ну цветок естественно мы уберём. Потому что все прекрасно знают. Если сейчас мы ребёнка посадим, от статка ничего не останется. Да ещё не дай богу рот потянет. Это естественно сейчас она уберётся всё. Так что вот как-то так. Да здесь и удобно будет и кормить, да? Да, ты пока не сидишь и кормишь. Да, там куда. Скорее что-то заводит. Да, а здесь прям знаете, даже дальше стола. Вот так вот они вышли. И тут прям ходишь бочком. А так хорошо было бы на эту стену. И холодильник видите мы развернули. Всё, холодильник развернут. Потому что так удобней. Его открываешь. И здесь тоже видите есть место. И даже открывается морозилка. Гляньте. Вот видите. До конца она открывается. Стол не мешает. Так, а теперь с этой стороны покажу. Ну вот как-то так. Да нормально. Я думаю нормально. По мне, да. Угу. Ну что, всё. На сегодня всё. Мы сейчас будем заниматься делами. Сейчас пойдём поедим. Блин, мы где-то с тобой стул поцарапались здесь. Ну ладно. Пилотика. Пилотика, чашки туда убрали. Да, пилот? Переселили тебя. Всё, теперь надо думать, куда цветок убрать. Ну можно вот в этот. Ай. Ладно. Пилотика.